Всем добрый вечер. Это первая студия, как всегда, об актуальном. Сегодня вновь о пожарной безопасности. К нам в студию пришел заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, полковник гражданской защиты Шаймерденов Хайразий Адинович. Хайразий Адинович, добрый вечер. Добрый вечер. Если честно сказать, поводом позвать вас еще раз в студию. Были две большие трагедии, которые на прошлой неделе были в стране. Какие выводы должны извлечь все работники противопожарных служб? Да, действительно, в свете последних событий у нас по республике очень актуальный вопрос. Это сейчас на начале отопительного периода. Вот у нас в Абайской области, в Абайской области, в Шенкенте дети. Видите, действительно, здесь мы как уроки берем на фоне вот этих всех трагедий, активизируем. Работу в этом направлении проводим, но тем не менее, с учетом этих трагедий, то есть вносим какие-то вновшества, изменения какие-то в профилактику, переформатируемся. Вот, как вы все прекрасно знаете, наш министр сейчас в свете трансформации министерства, мы сейчас переходим от ликвидации к профилактике. То есть здесь, наверное, в первую очередь необходимо качественно обучить наше население. То есть предупредить трагедию? Да, то есть предотвратить это. Профилактика это говорит о том, чтобы научить наше население, то есть к элементарным вещам это соблюдение элементарных правил пожарных безопасностей. Ну и не только правил пожарных безопасностей, в общем целом, как предотвратить чрезвычайную ситуацию. Что делать при экстренных ситуациях? Вот мы на постоянной основе данную работу проводим. Как вот в жилых домах, как в учебных заведениях, как вот в частных домах. Во всех организациях, учреждениях в первую очередь у нас это проведение инструктажей и обучения населения. Вот много гибнет детей, потому что тоже, видимо, не знают, как себя вести в такой экстремальной ситуации. Как вы проводите обучение в школах, детских садах? Есть ли вообще такое обучение? Да, вот на сегодняшний день у нас очень хорошее мероприятие провели Щербактинский район. Наши сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Щербактинского района совместно с районным отделом образования сейчас ввели, как его, заключили меморандум с отделом образования, провели час безопасности. Во всех школах района урок провели, час безопасности. Подключились все школы, как интерактивный урок в рамках ЗУМа. И прямо конкретно разъяснительную работу детям провели. На фоне данного района мы сейчас планируем по всей области вводить в учебные заведения, детские сады, учебные заведения. Внести предложение провести час безопасности. Это, наверное, вообще должно быть на постоянной основе. Да, вот мы на постоянной основе хотим вот такие новшества ввести. То есть привить детей уже с маленьких лет к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности. Есть ли статистика, сколько уже с начала отопительного сезона, он не так давно начался у нас в области, да? Сколько уже пожаров именно было из-за неисправности печи? Да, если брать это начало текущего года, это прошлый отопительный период. Это у нас январь, февраль, март, апрель 4 месяца. И вот 2 месяца, это уже октябрь, ноябрь, да, текущий, да. Всего произошло в жилом секторе по причине неисправных отопительных печей 26 пожаров. Есть сравнительный такой анализ по сравнению с прошлым годом? Ну, сравнение с прошлым годом, конечно, снижение идет у нас по... Идет снижение. Да, снижение идет. Почему? Потому что все равно люди, ну, как-то уже более-менее допонимают уже, то есть стараются быть, ну, послушными, стараются соблюдать правила пожарной безопасности. Тенденция идет, население потихоньку мы обучаем, население осознает, понимает. То есть в этом направлении работу в любом случае нам надо проводить. Тем не менее, да, тем не менее, хотелось бы остановиться. Вот были события у нас, как в Укибастузе, да, двое отравились от отравления угарным газом, смертельным исходом. Также у нас в Ахсу был случай, уже отопительный период не начался, но такие трагедии, ну, бывают. Но тем не менее, наша задача, первоочередная задача, это обучить население элементарным правилам пожарной безопасности. Вот эти вот пожары именно запечного отопления больше происходят в сельской местности или в городе в последнее время? В основном это у нас происходит в сельской местности, в населенных пунктах, да, вот где. Здесь бы хотелось бы еще раз остановиться, допустим, да, первоочередные мероприятия. Это что? Это первоочередные мероприятия, вот, допустим, когда с летнего периода переходим на отопительный период, проверить исправность печей. А проверить ее исправность печей, ну, не каждый, допустим, житель, не каждый собственник жилья может, ну, как профессионально провести. У нас имеется проблема с квалифицированными специалистами, то есть по проверке. Вот что им делать, кого приглашать? Да, да. Вот, допустим, да, раньше были печники у нас были, которые дымоходы чистили, были такие специалисты. Это исчезающая профессия, да? Да, на сегодняшний день это исчезающая профессия, и очень мало кто печники, кто дымоходы чистит, кто, допустим, обслуживает. Правильная кладка, допустим, да, дымоходы, как правильно. Потом заделка, трещинь, это тоже любая, допустим, дым идет, он уже отравлен, а угарный газ, он невидим, не слышен, ну, грубо говоря, да, молчиливый убийца, да. Проблема имеется вот в части специализированных, квалифицированных специалистов в населенных пунктах, в селах, да. Допустим, если в городе все равно как-то есть, на сегодняшний день у нас есть фирмы, которые занимаются. Раньше, если, допустим, вручную чистили дымоходы, а на сегодняшний день есть специальные дымососы, отсосы, которые на дизеле, ну, с двигателем заводишь, и он, ну, прочищает. В городе есть такие дымоходы? В городе имеются такие, да. В районах имеются, в районах, а вот именно в отдаленных селах, вот где нет специализированных фирм, организаций, вот действительно там населению тяжело. Но, тем не менее, в любом случае, в советское время, вот, что наши родители, да, что взрослые, они сами чистили, сами, я, насколько помню, вот, отец постоянно вот эти, открывал колодцы дымоходов перед началом отопительного периода, очищали, производили побелку, трещины какие-то, замазывали трещины. То есть, смотрели, обязательно перед отопительным периодом, обязательно собственник своего жилья в целях своей безопасности должен проверить свою отопительную печь. Если же где-то сам не справляется, то уже, то есть, через квалифицированных специалистов. Вот, в свою очередь, вы какую помощь можете оказать? Как часто вы выходите в рейды по проверке печного оборудования? Вот, рейды мы на постоянной основе проводим. Круглый год отопительный период начался, тематика отопительный период, то есть, исправная печь, да, допустим, акции проводим, рейдовые мероприятия проводим. Пожароопасный период мы в лесах рейдовые мероприятия проводим. На постоянной, на регулярной основе наши сотрудники, как в районных подразделениях, как в городских подразделениях, по области в целом, что служба пожаротушения, наши пожарные задействованы, волонтеры задействованы. Вот у нас в Экибастузе есть добровольные, эти вот юные наши спасатели есть, мы их помощники наши задействуем, волонтеров задействуем. Но вы же все равно не можете в каждый дом зайти. Ну, по возможности мы стараемся охватить 100%. 100% вот, допустим, в районах выезжают, вот, допустим, комплексно в село выезжают и полностью село отрабатывают. Это что отрабатывают? Это именно конкретно обучение населения правилам пожарной безопасности. На сегодняшний день именно при соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. То есть, исправность отопительных печей, где-то какие-то, допустим, неисправности будем говорить. Как использовать, как эксплуатировать, как эту печь, допустим, устанавливать. Как себя вести, если вдруг почувствовали запах дыма? Если почувствовали запах дыма, в первую очередь необходимо сообщить службу 101. Первое очередное, это чтобы дать сигнал. Второе, это, наверное, открыть проветрить, то есть убедиться, в первую очередь убедиться, в чем причина. Причина дыма из-за чего? Либо это печное отопление, либо это замыкание электропроводки. Если в частном доме, то открыть, проветрить, допустим, помещение, форточки, двери открыть и выйти на безопасное место. Если же в многоэтажных домах, желательно не открывать, допустим, уйти в безопасное место на балкон, где, допустим, проветривание, закрыть двери, чтобы свободного доступа кислорода не было. Двери все, щели, чтобы все были заделаны. Взять мокрую тряпку и, главное, не паниковать и ждать помощи. Если же вы видите какое-то небольшое возгорание, там, допустим, розетка замкнула или какое-то возгорание, если есть возможность залить водой или накрыть тряпкой, возможно, конечно, можно потушить. А если же уже масштаб, видите, что вы не справляетесь, ваших возможностей нет, это, грубо говоря, надо звонить, сообщать, покидать жилище и просить помощи. Каждый год говорим о том, что надо устанавливать датчики угарного газа. Из года в год говорим об этом. Насколько сегодня оснащенность датчиками угарного газа? На сегодняшний день мы активно совместно с местными исполнительными органами, это у нас акиматы городов, районов, есть отделы соцзащиты, есть у нас неправильственные организации, есть спонсоры, которые большие и крупные предприятия. Мы оказываем содействие в установке датчиков угарного газа населения, социально уязвимые населения. Это наши ветераны, это наши бабушки, дедушки, это инвалиды наши, неблагополучные семьи, малообеспеченные. Основной момент мы устанавливаем на данной категории граждан. Оказываем содействие. Устанавливаем датчики, осматриваем отопительную печь, притопочный лист, где если что надо замазать, помогаем замазать. Если необходимость нужно там очистить, помогаем по очистке дымохода. Но хотелось бы, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашему населению. По возможности, у кого есть возможности же, действительно этот датчик себя зарекомендовал очень с положительной стороны. Он предотвращает от любого отравления угарного газа. Он издает звуковой сигнал, и он аж на весь дом пищит, и действительно человек просыпается. То есть вовремя просыпается. Отравление угарным газом, это человек спит, уснул и не проснулся. Надышался, все, и в легкие. Причем очень быстро происходит. И очень быстро происходит. Поэтому хотелось бы обратиться к населению. Приобрести данные датчики, оно везде... Сколько они стоят? Они же ведь недорогие. Они недорогие, в пределах, наверное, 4-5 тысяч. Оно везде есть. Как по объявлению, как в организации. Ну, продают организации, которые занимаются. Любое. Даже вот в интернете можно набрать и датчики угарного газа. Они в доступном продаже. Можно приобрести и поставить очень хорошую, удобную вещь. А установить не так тяжело? Да нет, там устанавливать на два болта, только установить и установить. Можно в спальне установить, или можно в районе отопительной печи установить. То есть сразу сигнализировал этот. Там две батарейки элементарные, датчик. Два шурупа прикрутил, стенки и все. И достаточно, никакого подключения не надо. Она работает на батарейках. И немаловажный факт, что этот датчик надо обслуживать. У нас многие, вот мы сколько устанавливаем датчиком, потом приезжаем, повторно проверяем, а он не работает. Там батарейка села, или кнопку не включили, нажали, или он там засорился. То есть обслуживание тоже немаловажное. Это обслуживание перед отопительным периодом. А, люди должны обращать внимание еще. Да, обращать внимание. Вот сегодня вы перед отопительным периодом поставили этот датчик, установили. Отопительный период закончился, сняли его, перепроверили. Перед началом отопительного периода опять же, батарейки поменяли. Потому что батарейки же тоже они садятся и необходимо... Ну это элементарно, как пульт от телевизоров, в принципе. Да, то есть обслуживание немаловажно. Ну вообще, мне кажется, такие датчики угарного газа должны в обязательном порядке устанавливаться. Это же вопрос безопасности. Ну да, здесь конкретного, чтобы требования, чтобы конкретно требовать с населения, это конкретно нормативного документа нет. То есть по желанию каждого, допустим, жителя или гражданина нашей. Но вы не выходите вообще с такими инициативами? Ведь это вопрос безопасности. Ну мы на постоянной основе нормативные правовые акты включаем. Вот на сегодняшний день по многоэтажным жилым домам включили в нормативные документы установку автоматической пожарной сигнализации. Если раньше этого не было, то сейчас нормативные правовые акты, строительные нормы и правила включены, что вот многоэтажные жилые дома в квартирах должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Но это больше касается теперь новых домов, да? Да, это касается новых домов. Вот сейчас вот будет новый строительство. То есть новые стандарты? Да, новые стандарты. Но у нас есть новые дома, где уже установлены, которые последние новые дома, в них имеется автоматическая пожарная сигнализация. В квартирах устанавливаются датчики на реагирование на дым. Вообще вот причины, понятно, в частных домах это печное отопление. В многоэтажных домах тоже очень много пожаров происходит. Там какая главная причина? В основном у нас в многоквартирных жилых домах это оставление пищи на плите. Это вот частые причины? Частые, да, частые, но на ежедневной основе. Вот читаешь, что зарядные устройства оставляют в сети? Ну, бывает, да. И второе, это я вот первое сказал, основные причины это оставление пищи на плите. То есть включил, забыл, уснул или оставил, ушел на плитке пищи, ну еду, кастрюлю с едой. Второе у нас это электропроводка. В основном вот электропроводка, электропроводка, это в многоквартирных жилых домах, на площадках. То есть общедомовые, ну вообще домовые эти электрические сети, очень устаревшие, да. Не проводится ревизия в ветхом состоянии. Вот хотелось бы обратиться как к КСХ, так и к жилищной инспекции, да, вот к нашим населениям, кто в многоэтажных жилых домах проживает, чтобы особое внимание обратили к электропроводке. А вы проводите рейды или нет? Да, проводим. Мы на постоянной основе с председателями КСК, ОСИ, сходы с населением, на постоянной основе у нас инспектора проводят данные сходы, рекомендации даем. И пользуясь случаем, хотелось бы вот населению обратиться особое внимание электропроводки на площадке. Особенно в старых домах, я так понимаю. Да, особенно вот в пятиэтажных домах там проводка советских времен. Ну, ревизировать надо, ремонтировать надо, где-то менять надо скрутки, оголенные провода, нагрев идет сейчас же как много. Микроволновые, печи, нагрузка, да, зимнее время обогреватели, нагрузка пойдет. Поэтому электрическую часть необходимо постоянно, на постоянной основе обслуживать, обслуживать, еще раз обслуживать. А, Радий Егенович, насколько готовы противопожарные службы сейчас к сезону? Да, вот у нас в свете вот этих начала отопительного периода, зимний период, мы на постоянной основе готовим свою технику. Это в первую очередь высокопроходимая техника. У нас имеются большие КАМАЗы, большие Уралы, имеется вездеход, трекл называется, вездеход-болотоход. Имеются большие вахтовые автобусы, то есть на базе КАМАЗа высопроходимой для эвакуации людей. А лестницы у вас сколько метров? Автолестницы у нас имеется, на сегодняшний день у нас в Павлодаре только имеются 5 автолестниц. Вот АКП-50, это 50-метровая автолестница, она в принципе достаточно. То есть на самые высотные дома? Вот в последнее время мы вот в связи с последними трагедиями в городе Алматы, как вы знаете, в жилом комплексе был. Да, 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 мы видели, что КАМАЗы там помогали. Да, по республике, на основании указания министерства, на постоянной основе проводим тренировочные занятия с личным составом в высотных зданиях, в сложных объектах, допустим, пожары, где сложные объекты, где промышленные предприятия. Основной упор делаем на многоэтажные высотные дома. Вот АКП-50 мы используем в 17-этажках, высотных зданиях. Ну, в любом случае, АКП-50, она, безусловно, выезжает на любой пожар в многоквартирном жилом доме. Кроме этого, у нас по городу имеется автолестница, АЛ-32 называется, это 32 метра она выдвигается. У нас, если 10-этажный дом, это 28 метров до 28, а у нас это 32 метра, она выдвигается полностью на 10-этаж. У нас выше 16-этажей же, по-моему, нету дома? Да, 17-этажная, да, 17-этажная, это у нас в районе Химгородков, в районе гостиницы Сараха. Вот в городе, понятно, помощь быстро приходит, но вот сельская зона? Ну, по сельской зоне, как альтернативный вариант, мы создаем на базе АКИМАТов местных исполнительных, то есть помощь нам пожарные посты, то есть за счет местных исполнительных органов. Это был еще в свое время пилотный проект на базе нашей области проводился, сейчас он уже конкретно закон о гражданской защите внесен, конкретно есть план, пятилетний план, то есть ежегодно мы по 1-2 пожарных поста создаем. Чем они оснащены? В отдаленных населенных пунктах. Оснащены как пожарной техникой, так и приспособленной техникой. Вот, допустим, где-то мы передаем свои пожарные машины, то есть более-менее, когда мы новую технику получаем, с министерства, с нашего АКИМАТ области нам приобретает пожарную технику, а более-менее поддержанную технику мы передаем АКИМАТам, и они уже укомплектуют свои пожарные посты. Кроме этого, на сегодняшний день за счет местного исполнительного органа АКИМАТ области приобретены 22 малолесопатрульные комплексы в районы. Это вот УАЗики, там у них цистерна где-то на 500 литров и насос, то есть оборудованием, боевую одежду приобретают. Они именно в сельскую зону? Вот одоленные населенные пункты, если, грубо говоря, взять, допустим, Ахтавайский район, одоленный пункт, там 150-160 километров, вот на базе вот этого населенного пункта создается пожарный пост, выделяются финансовые средства на его содержание, берется штат, это все за счет АКИМАТов, и они вот выезжают на возможные вот эти... Ну, отлично, им не надо ждать помощи за 100 километров. До прибытия, до прибытия, в любом случае, если, допустим, крупный какой-то пожар, дом горит, сеновал горит, сарай горит или что-то такое, лесной массив есть, в любом случае до приезда наших подразделений с райцентра, с районного центра, то есть, да, альтернатива есть, первоначальные действия осуществляет пожарный пост. Очень хорошо помогает. Карадзий Адиныч, я благодарю вас за рекомендации для наших телезрителей, наш эфир подошел к концу. Увидимся на телеканале Иртез.